в эфире программа актуально интервью у нас в гостях руководитель департамента образования культуры и спорта ненецкого округа галина медведева галина прониславовну здравствуйте у нас есть сегодня много тем для обсуждения начнем конечно с образование одно из самых главных расскажите какие изменения качественные грядут в этой сфере ну качественные изменения они наверное у нас в образовании идут постоянные изменения в системе егэ это системе сдачи гео 9 классников это несомненно то профильное обучение которое сегодня есть и ведь мы говорим выступая даже до президент сегодня и говоря о концепции развития социально-экономического развития о тех направлениях которые определяются подготовка мы говорим рабочих кадров это профильность и внедрение профильности в школы это и внедрение в том числе пред профильные классы то есть принципе ребенка можно ориентировать седьмого восьмого класса это не догма но тем не менее вот мы должны предоставить возможность детям через дополнительное образование через может быть определенные предпрофильные классы направленности но сегодня кадетов например мы можем считать как одной из форм до этой предпрофильной подготовки когда даем усиленную например юридическую составляющую работаем с мчс работаем с министерством внутренних дел когда мы хотим и работаем с войсковыми частями мы так или иначе подспутно в общем-то детей готовим и к этой форме работы в том числе и к служению в армии то в общем-то да немаловажно ну а новая наверное в этом году это прежде всего профильные классы которые мы очень четко определили причем определили по школам в соответствии с той материально-технической базой которую город и на римаре округ развивали ну фактически начиная с четырнадцатого года расскажите подробнее за какими школами закреплены определенные значит мы на сегодняшний день определили первая школа у нас это физико-математическое направление и в рамках этого мы открываем ну планируем да и все согласование уже в общем то есть открываем класс вместе с авиаотрядом ну его условно да так летный класс не секрет что сегодня у нас не хватает техников у нас не хватает тех кто может мы говорим и только обслуживать но и летать на вертолетах самолетах если мы будем иметь своих представителей то я думаю что люди закаленные на севере для них эти маршруты и полеты они будут наверное все таки лучше да даже комфортнее так скажем ну это родная земля над которой они будут парить это и филологическое направление не секрет что первая школа нередко до готовила и специалистов для иностранного языка поэтому здесь оставляем вторая школа это оборонно-спортивное направление которое тоже будет связано как раз мы говорим да и с подготовкой к армии это и тоже будет работа непосредственно и силовыми структурами которые должны будут там готовить детей давать особую так сказать и спортивную направленность ну и кроме того они будут заниматься на всех спортзалах которые будут необходимы с учетом интересов детей и требования программы дополнительной которая будет разработана профильная третья школа у нас традиционно это такое социально-экономическое направление они работают в рамках так скажем и общество знания очень плотно при подготовке например специалистов для юриспруденции правовая направленность и они остаются в этом и дети которые готовы идти социально-правое социально-экономическое направление пожалуйста да они могут получить образование качественное вот в школе 3 причем мы ведем переговоры сегодня с северном арктическим федеральным университетом в июне будет и представители в мае приедет первый представитель 23 мая чертова надежда андреевна человек наверно достаточно известный у нас по еще филиалу поморского университета это директор юридического института в сафу будем вести тоже переговоры об элективных курсов которые будут вести университет на базе школы и ненецкого грана академического техникума у которых есть специальность право организации социального обеспечения это четвертая школа которая направление очень достаточно сильно это химико-биологический класс на сегодняшний день они будут работать по этому направлению и готовы это будущие экологи это будущие медики это может быть будущие фармацевты это сегодня очень крупное направление биохимии и вот в рамках вот этих направлений четвертая школа может вполне готовить специалистов здесь тоже идут переговоры сафу в рамках экологического образования и с медицинской академии мы проводили серию уже встреч есть предпрофильные профильное направление по медицине том числе у нас есть социально-гуманитарный колледж который готовит медсестер здесь есть вот поле действительности мы говорим в рамках и на территории и в рамках сетевого взаимодействия но и с возами пятая школа это информационно-математическое направление и мы его продолжаем школа будет приглашать и здесь уже есть согласование с институтом математики и космических технологий сафу о подготовке информационных технологий сегодня сафу расширяет спектр предоставления таких услуг и у них будет еще направление подготовки и возможности подготовки мы говорим технического технической поддержки и безопасности технической информационных технологий то сегодня в общем-то интересует детей и вот заключены первые вот такие соглашения подготовки два года дети будут учиться и будем смотреть то каким по направлению вот потом поступать конечно же ведь если ребенок да мы говорим проходят эти элективные курсы проходят определенные тестирования то несомненно ребенок когда уже начинает поступать его портфолио но конечно получается в преференции на сегодня активно мы работаем и продолжаем работать с ухтинским техническим университетом не секрет что дети готовы идти нефтяную отрасль но здесь есть такой так скажем страх иногда не у детей а у родителей у ребенок будет работать в поле ну то есть он будет каких условиях он там будет проживать и поэтому есть сегодня понимание и у нефтяных компаний есть понимание у школ о том что вот этот рост нефть класс прежде всего до который мы готовим том числе вместе с ухтинским госуниверситетом и с компаниями недропользователями есть понимание что такие классы может не надо и расширять но проводить профориентационную работу что дети могут поступать не только в ухтинский университет или северно-арктический федеральный да как у нас традиционно они могут учиться в любом университете по нефтяной тематике или по тем специальностям которые им нужны предположим технологи повара без этого тоже не обойтись экономические различные направления юридические экологические то они готовы работать готовы сотрудничать и оказывать так скажем поддержку проведения на сегодняшний день это возможности участие на студентов уже до обучающихся на практике это могут быть пера после пера после второго курса это государственная практика когда работодатель уже смотрит может ли этот человек прийти и начать работу вот сразу пришел и он готовый специалист вот есть вот сегодня понимание здесь большая работа конечно проводится и губернатором несомненно и игорь викторовичем вместе с работодателями игорь викторович является руководителем координационного совета по как раз инвестиционным программам и сюда же относится и подготовка как раз вот кадров и сегодня вы видите что упор делается не только на подготовку но и переподготовку кадров принципе да вот мы затронули с вами получается что у нас действительно сегодня выстраивается такая многоуровневая подготовка когда из одного вытекает другое но а наверное к профильности все таки мы приучаем детей детском саду на светом дети да играют у них есть ролевые игры повара врача почему бы не сделать нефтяника почему бы не взять другие специальности сегодня есть на как можно работать на дороге к и там делаем эти модульные предположим до городки которые ведь не только показывают как правильно переходить дорогу ребенку а у них же есть свои регулировщики которые следят как правильно переходить да и делают замечание а может и штрафуют так вот с детского сада ведете ребенка с детского сада в школу в профильный класс а затем в уз а как сделать так чтобы ребенок молодой специалист вернулся сюда внески округ получив специальность вернулся сюда работать ну здесь мы можем сказать что идет потом вуз но не надо забывать что среднепрофессиональное образование ребенок после девятого класса может получать поступить среднепрофессионально получить профессию и сегодня в федеральном законодатель определил преференцию для выпускников спо которые идут без игре сдачи а по особым тестом особым экзаменом квалификационным которые они сдают вузы и причем вузы приезжая иногда уже отслеживают своих выпускников отсюда конкурсы проф мастерства world skills те конкурсы которые мы проводим региональные и конкурсы проводят которые проводят непосредственно само учреждение то есть здесь право выбора есть да как эти через десятый класс вуз или если хотим вуз то можно через спо несомненно основная задача это конечно же ребенок вернулся он вернется когда будет рабочее место прежде всего и поэтому сегодня очень давая например госзадание спо мы очень четко пытаемся коррелировать это происходит пока очень сложно но тем не менее коррелировать да госзадание по тем востребованным профессиям которые нам нужны кроме того мы и коррелируем перечень профессий которые есть в лицензии сегодня мы акцентируем внимание что прежде всего мы должны на сегодняшний день создать материальную базу и выходить на лицензию если мы говорим у нас сегодня есть потребность швеи материста есть потребность по открытию мало в бизнес ателье то прежде чем открыть эту профессию учебное заведение например должно оснастить материальную базу оно должно например закупить швейные машины оно должно проучить педагога найти мастер производственного обучения и дать ему переподготовку повышению квалификации с точки зрения педагогической направляющей и выходить на лицензию то есть сегодня вот лицензирование оно но не соотносится как мы наверное иногда привыкли по старинке что программу написал хотелки свои сделал указал что это будет сделано в течение года там или двух до материальная база то сегодня это не проходит по федеральным стандартам мы должны иметь тот минимум который определен федеральным стандартом если он есть мы определяем материал техническую базу потому что каждый предмет на которым идет определение отработка профессиональной компетенции она должна быть подкреплена учебной базой до методической базой она должна быть материал технической базой но естественно это должны быть подготовлены педагоги это однозначно ведь если мы говорим я сегодня технолог и хорошо сама готовлю и могу да приготовить пищу хоть на тысячу человек хоть на три тысячи могу определиться с меню но я должна ведь как педагог научить этому мастерству других это немножко другое искусство и поэтому принимая вот сегодня профессионалов с предприятий в то или учебное заведение до спо у нас только из попока но мы так или иначе должны подготовить их как профессионалов педагогов мастеров своего дела по передаче этих знаний научение других ну кроме того конечно же мы должны создать условия не секрет что дети которые мы говорим приезжают обратно но они уже пожили своей студенческой жизнью кто-то создал семьи кто-то даже если не создал то он жил самостоятельно и приехать под крыло родителей и ну не всегда хочется так скажем иногда категорично нет но как правило они хотят уже быть самостоятельными здесь конечно стоит вопрос жилья у нас есть закон который позволяет а предоставлять жилье но мы понимаем что вот необходимо до увеличивать и рынок конечно же жилья том числе жилья специализировано тогда надо специалист предположим будет знать то пять лет ну я говорю например да он будет знать что пять лет при я после вуза у него было служебное жилье и он будет понимать за это время он должен будет определиться то ли это будет он строить себе жилье то ли приобретать жилье то ли он будет входить в какие-то ипотечные кредитования и так далее вот эти все возможности у него должны быть сегодня сложно решается этот вопрос но по возможности когда приходит то мы пытаемся это делать но когда мы говорим мы то есть государство да мы говорим прежде всего о бюджетниках это несомненно наша еще сегодня задача если берет работодатель да то он конечно же и должен будет обеспечивать поэтому есть сегодня так скажем федеральном законодатель сегодня дает право работодателям выходить на целевые места то есть он может заключить договор непосредственно с вузом и с конкретным ребенком и готовить его как целевика тогда он ему обеспечивает гарантированно это обеспечение практики если работодатель хочет он может делать дополнительные социальные какие-то ну как правило это установка может быть стипендии но работодатель тоже заинтересован в том чтобы он заключил например договор чтобы ребенок доучился и иногда бывает что ребенок пошел и после первого класса курса он понимает что пошел не туда бывает бывает потому что иногда ребенок ориентируется сам и это хорошо когда он четко уже выстроил только эта профессия другая да иногда мы родители направляем ребенка да и говорим здесь лучше ребенок приходит ему не нравится и он может уйти поэтому работодатель даже заключая договор нередко устанавливает вот такие стипендии так скажем или социальные выпады со второго чаще всего с третьего курса ну как бы когда прошел акватор до половина учебы и тогда уже понятно ребенок проучился мы видим его результаты мы видим его заинтересованность и работодатель понимает вот этого можно вести и тогда и на практике очень активно берет причем берет тогда на практике платные ну то есть ребенок приходит отрабатывает рабочую практику свою и получает за это еще и определенные средства некоторые студенты практика такая есть и в ухтинском наших нефтяных компаниях и сафу они приезжают работают практика определяется от трех до четырех как правило недель есть чуть больше но дети остаются вот эти студенты и работают все лето работают деньги это их реальный заработок поэтому вот кроме того они приобретают ведь навыки приезжая не сдают экзамен на компетенции и получают удостоверение по рабочей профессии то есть ребенок сегодня да и уже не ребенок а потом специалист вышедший что и среднепрофессиональное образование что сегодня из вуза он приходит на работу с дипломом об окончании да и уровне квалификации но он приходит еще мы говорим с определенным количеством набором различных удостоверений и дипломов по рабочим профессиям и и тогда у него есть больше шансов устроиться на рынке труда он может быть закончил вуз он стал инженером но он пришел до его пока берет например мастером на участок либо оператором но когда человек проходит да мы говорим вот эту ступеньку от рабочего до руководителя я думаю что став руководителем он всегда подумает я был на этом месте ко мне относились да и что мне не нравилось я сам такое отношение и выразил к другим но наверное молодые специалисты например которые приходят образование они получают например прибавку да то есть там 30 процентов если отличники 40 процентов это дается не просто что он молодой специалист и завлечь это тоже есть тоже есть но основное когда молодой человек приходит у него есть определенный багаж знаний после вуза это хороший такой теоретический багаж есть определенный багаж методики методическое направление но ему не будет хватать на того что он должен будет скорректировать да все свои знания и приложить их на конкретных детей которые будут у него учиться так ведь это прежде всего психологические особенности это те может быть нюансы методические это будет и даже нюансы мы можем сказать национальные поэтому вот сегодня когда мы готовим специалиста мы ведь не готовим конкретный например какой-то ну каком-то предприятии если он не целевик да но тем не менее мы готовим к определенным условиям работы и сегодня любой кто поступать будет кто уже заканчивает и готов сюда приехать они осознают то что вот сегодня мы приходим на рабочее место и нас ждут специалиста со всеми компетенциями то есть вот сказать да я пришла стала к своему станку какой бы он не был у доски у медицинских аппаратов либо я там стала токарному станку или так далее до фрезеровочному я должна встать и начать работать и сегодня даже роль наставника это помощь каких-то определенных нюансов методики они научить сначала с ноля что пришел специалист и я должен нам и всему научить сегодня учебное заведение должно всему научить на месте в этом есть определенная сложность потому что для этого должна быть подготовлена материально-техническая база вот возвращаясь к материально-технической базе к спок лицензиям есть в планах получения каких-то лицензии есть сегодня в планах я по специальностям конкретном говорить не буду потому что они по-разному сегодня решаются если мы говорили по правоохранительным органам то у нас есть вопросы просто даже с внутренней той ситуации например что мы в округе не имеем криминалистическую сегодня лабораторию хотя есть у нас передвижные появились да то есть есть определенные наработки которых они идут здесь сегодня востребованность в системе жкх подготовки и есть необходимость подготовки рабочих профессий новых рабочих профессий а с июля выйдет профессиональный стандарт в котором четко будут определены профессии а самое главное наверное это то что будет определены требования к этим профессиям и здесь у нас пойдет и только подготовка а переподготовка для того чтобы люди отработавшие 5 10 20 лет например по этой профессии не оказались что они сегодня не способны выполнять эти функции по формальным признакам для этого необходима вот вот такая система переподготовки том числе и принесла она кроме образования школьного профессионального большое внимание уделяется дополнительному образованию президент как раз недавно на заседании по мониторингу исполнения майских указов об этом говорил и цель ставится чтобы 70 процентов детей всей страны были охвачены дополнительным образованием у нас в округе насколько я знаю даже чуть больше 75 с небольшим но будем говорить 75 процентов среднем до у нас охвачена сегодня дополнительным образованием достаточно активно кроме того сверх этого еще есть часы которые школы проводят это уроки так скажу я физкультуры которые школа проводит на специализированных площадках бассейне на ледовое ледовой арене на лыжероллерной трассе лыжники то и так далее то есть на стадионе да то есть везде где это возможно у нас сегодня идет реформа спорте закон который федеральный принято спорте у у нас был принят соответствующие да внесены изменения конце декабря 14 года 15 год отрабатывали основные направления и в сегодняшний вот день мы приходим как бы завершению этих процедур которые ну оттеснились что связано было из передачи в том числе полномочий да потому что мы их полномочия тоже брали не сразу а постепенно сначала полярный район потом пришел к нам город поэтому все шло планово в рамках закона поэтому на сегодняшний день я единственным могу сказать что даже если лидер становится спортивной школой по развитию системы спортивного мастерства совершенствования этого спортивного мастерства по работе с теми спортсменами которые показали сегодня которые входят в десятку лучших спортсменов которые некоторые из них вошли так скажем сборной россии мы должны их поддерживать да и сегодня же есть такая профессия спортсмен почему бы ее не внедрить для тех кто сегодня показал свои результаты и стал членом сборной команд россии это труд наш я сокращенно говорю название всем понятно о чем я говорю и о ком труд сегодня будет заниматься развитием массового спорта приняв полномочия в слегия по селу мы понимаем что есть фоки в селе которые должны заниматься а там где их нет мы ввели и значит такую должность как инструктор по спорту в большей степени здесь выполняет обязанности сегодня учителя физкультуры но вот еще раз говорю вот этот стандарт который да профессиональный он требует чтобы это был не просто учитель физкультуры по квалификации а это должен быть ну мы говорим тренер это должен быть действительно иметь спортивную квалификацию то есть сегодня вот то что я говорю по переподготовке и повышению квалификацию несомненно мы будем давать и им потому что они будут организовывать не только детей и не столько детей да в рамках вечернего времени дополнительного взрослого населения массовый спорт конечно это массовый спорт ну и дополнительное образование мы сохраняем дополнительное образование у нас это прежде всего норд он остается học и Учреждение дополнительного образования остается «Старт», чтобы не говорили, как бы не говорили. И детская, вот это «Дюсша», поселок Искателей, да, юношеская спортивная школа тоже остается, да, как центр, мы говорим, дополнительного образования. Три основных учреждения, но я должна подчеркнуть то, что все спортивные площадки, труда, лидера, как они и были, как дети занимались в спортивных секциях на льду, хоккеем, спортивные секции, предположим, спортивными танцами, да, в лидере и так далее, и так далее. Все эти площадки точно так же будут предоставлены для детей. Тренер будет точно так же работать. То есть доп. образованию по количеству кружков, направлений, спортивных секций при вот новой системе оно не сократится, не сократится. Причем мы призываем и некоммерческие организации принимать, конечно, включаться в этот процесс. Они могут получать лицензию. Для этого можно прийти в департамент образования, посмотреть, какие требования к лицензированию. И индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, которые занимаются, и основной деятельностью у них будет доп. образование. И если они получат лицензию, они могут получать определенную субсидию на эти учреждения государственные. То есть говорить, что мы поддерживаем только свои государственные сегодня, нет. Мы можем поддерживать и вот определенный, так скажем, бизнес, так скажем, да, это, еще раз говорю, некоммерческие организации, и индивидуальные предприниматели. Мы готовы работать. То же самое касается сегодня и дошкольного образования. Мы также приглашаем тех, кто сегодня индивидуальные, да, занимаются, или некоммерческие, занимаются группами кратковременного пребывания. И вот этой работой они занимаются единственной. Они могут приходить в департамент, писать заявление, выходить на гранты, и получать их, и, ну, получать определенную субсидию. Это снимет нагрузку на самих индивидуальных предпринимателей с одной стороны, а с другой стороны снизит нагрузку на родителей, которые оплачивают за тех или других детей, если определенная сумма будет вноситься. Это ведь сегодня есть возможность. Только надо самому немножко, да, обратить внимание. На сайте департаменте все есть. Мы уже неоднократно выходили и рассматривали опросы. Поэтому доп. образование, пожалуйста, пусть подключается, мы готовы работать. Это было актуальное интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok